Погребен отец Симеон за алтарем свято-успенского храма, что на улице Дагомыской. Здесь же построена часовня в честь небесного покровителя монаха, преподобного Симеона Столпника. Сегодня, накануне дня смерти сочинского старца, над его могилой провел панихиду его ученик, специально приехавший из Москвы. Прибыли и монахи, не знавшие Симеона. Помощь батюшке, отмечают сегодня его духовное чадо, была неоценимой не только для обычных верующих, но и для самих представителей духовенства. Для многих местных священников он, ставший старцем в 27 лет, был и наставником, и поводырем во многих вопросах. Говорят сегодня и о чудесах, совершенных отцом Симеоном, но о них знают немногие. В благодарность же регулярно приезжают поклониться могиле прозорливого монаха. Поток людей увеличивается с каждым годом. Поймите нас правильно, для нас эти чудеса не являются определяющими в отношении к человеку, поэтому мы стараемся о них не говорить. Для нас главное то, чтобы мы при жизни знали батюшку, и мы свидетельствуем о его высокой религиозной и духовно-нравственной жизни. Вот это самое главное. За порядком в часовне и могилой своего духовного наставника следит Людмила Архиповна Лучко. Благодаря отцу Симеону она стала православной христианкой. Всегда вспоминает его главное нравоучение – уметь любить. Любовь – это крыша. Прежде чем построить крышу, нужно построить стены. А стены, чтобы построить стены, нужно было очень много-много всего пройти. Это и смирение, и послушание, и бдение, молитвенное. А самое главное – покаяние. Всех нас подводил в осознание покаяния. Божественная литургия и панихида с участием прихожан и всего духовенства города Сочи в Свято-Успенском соборе пройдет завтра, 6 декабря в 8 утра.